МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И мы поговорим сегодня о таком аспекте школьного образования, обучения в школе, как форма. Когда-то она была обязательно, хотя тоже не всегда, в советское время она тоже не всегда была. Сейчас как-то это забывается, говорят, что присоюз была. Нет, не всегда. Мы все помним, она то вводилась, то отменялась, то было как-то непонятно, кто-то в ней ходил, кто-то не ходил. Это можете даже посмотреть, помните, к примеру, фильм «Доживем до понедельника». Там, если приглядитесь, не все сидят в школьной форме. Когда я учился, в принципе, без нее могли и в школу не пустить. Хотя кто-то, я помню, приходил в таких джемперах. Мы сегодня об этом поговорим вообще, что собой она сегодня представляет. Нужна ли она вообще? Какой она должна быть? И если у вас есть какие-то соображения свои, звоните нам по телефону 300-190. Если есть соображения, если есть вопросы просто, 300-190. Наша программа идет в прямом эфире на телеканале Тверской проспект, регион, а также на радио Монте-Карло на частоте 95,5 FM. Поэтому звоните, у нас прямой эфир. Демократия, любые мнения и звонки приветствуются. А пока хочу представить гостей нашей программы. Это Татьяна Александровна Шумляева, начальник отдела содержания, образования и воспитательной работы Управления образования нашей гор-администрации. Добрый день. Добрый день. Это Марина Валентиновна Чижова, директор средней школы номер 19. Это, кто не знает, Мегало. Добрый день. Добрый день. И заместитель ее этой самой средней школы Лейла Нуриевна Тагиева. Добрый день. Добрый день. Ну что, дамы, вот первый вопрос вообще, ну, наверное, это к Татьяне Александровне, хотя, я думаю, вы тоже все прекрасно в курсе. Вообще, а в скольких школах вообще областного центра есть школьная форма? Ну, смотрите, с законом, это федеральный закон нашего образования, впервые в 2013 году введена такая статья, где школам разрешено устанавливать требования к внешнему виду обучающегося, в том числе и к одежде. Школы, конечно, все воспользовались таким правом, поэтому во всех школах нашего города есть локальные акты, которые устанавливают требования к внешнему виду. Во всех, то есть? Во всех. А кто-то только не принимает этот акт, допустим. Ну, вот, директор там, вот, 19 школы. Ну, допустим, теоретически. Допустим. Да, то есть, сразу говорю, это не какая-то ультраобязаловка. Это что-то право. Правильно, да. Конечно. В наших школах во всех есть локальные акты, которые устанавливают такие требования. У кого-то этот локальный акт называется требование к школьной форме, у кого-то к внешнему виду. Что в этих локальных актах? Вообще, что дает нам закон? Школа имеет право устанавливать к внешнему виду обучающего. То есть, как он должен выглядеть. А расшифруйте, пожалуйста. Требования. Что имеется в виду под этим? Какая одежда должна быть. Также одежда, какая может быть парадная, повседневная, спортивная, тоже имеет право школу устанавливать. То есть, по каким случаям носится данная одежда? Конечно же, тем предметам, которые находятся на ребенке. Имеется в виду сережки, возможно, какие-то украшения. Они не должны быть травмоопасными. Это тоже школа может установить. Обувь, которую ребенок ходит в школе. То есть, она, как правило, сменная, удобная, спортивная. То есть, это все тоже школа в своих локальных актах отражает. Что могут быть... Ну, какие что еще устанавливает локальный акт? Не конкретно марку, производителя. Эта школа не имеет права устанавливать. Устанавливает цвет. Какие элементы одежды должны быть. Например, для учащихся начальник класса, для учащихся старших классов. Это требования школа имеет право устанавливать. Конечно же, все эти требования устанавливаются, согласовываются с ученическими коллективами, с родительскими коллективами. Обязательно. Ну, ладно. Конечно. Можно дополнить. Нужно, нужно. Да, мы не молчите. Я говорю, пожалуйста. У нас локальный акт по внешнему виду обучающихся и школьной форме действует с 15 марта 2015 года. И прежде чем он вступил в силу, мы провели 4 родительских собрания для того, чтобы... По всем классам. Проанализируем и по классам и общей школьных собраний. И кроме того, совет старшеклассников работал здесь, не один совет старшеклассников прошел для того, чтобы для ребят они искали пути, какую форму они хотят, какого цвета они хотят. Анкетирование проводили. Анкетирование проводили для родителей. Это в любом случае. Ну, как вы сказали, допустим, травмоопасно. Знаете, какую-то модную всю жизнь. И в мое время у молодежи какие-нибудь браслеты с шипами и так далее. К примеру. Вот он вырежет статьи. Пустить, пустить. Вот. Вот видите. Школу пустить, вызвать родителей, предупредить, но ни в коем случае не самим не снимать. То есть сами понимаете, что сейчас... Нет, я понимаю. Да, конечно, конечно. Естественно, но не впускать в школу мы не имеем права. То есть мы в любом случае спустим. Ну, хорошо, он упил сирогом, я там металлист, тяжелый рог, у меня это... Ну, значит, вызываем родителей, разговариваем. А они тоже упрут, скажут, это его право. Тогда какие-то другие меры. Ну, тем не менее, в итоге он сядет рядом с своими одноклассниками за парту. Уговаривать. Вот в таком прикиде, как говорится. Он сядет за парту со своими одноклассниками. Вот с этими штуками. Но будет предупрежден, что все-таки эта травма опасна, как родители будут предупреждены. Ну, а ему что? Ну, мы не имеем права ребенка в школу не пустить. То есть все равно он придет с этим в школу? В школу не пустить. Ага, хорошо. А обувь тоже, допустим, если школа регламентировала что-то, а он, к примеру, там, не знаю, берцы, к примеру, такие, сугубо армейские. Не, ну, сменная обувь. А они у них в мешочек принесет. В сменную обувь, в мешочке. Да, ну, сменку в мешке. Или сейчас уже не так? Ну, кто в чем. А, кто в чем. Хорошо. Вот. Ну, с прическами, я так понимаю, с любой прической в школу. Ну, что же боремся? Вот в наше время могли действительно завихрык и постричь. Если там вот такие патлы были, прецеденты были. Ну, парни, естественно, я имею в виду, если вы сами понимаете. Хвостик сделает и ходили с хвостиками. Ведем беседы. Ну, это обычно старшеклассники, ну, как-то поддаются уговорам. Вызываем. И я лично, как директор, разговаривала. Поскольку я, помимо того, что работаю директором, я еще преподаю, как учитель физики работаю. Ну, и с ребятами контакт достаточно близкий, тоже имею, как учитель. Ну, конечно, понятно, у вас свой класс, наверное, есть. И в результате работаешь, когда с ними уговариваем, на авторитет, на нашем, ну, каким-то образом, вот эти дела ведем. То есть запретов мы не имеем права никаких вводить. Вот это да. Ну, вот видите, вот вроде бы нельзя, но просто я говорю, если даже в наше советское время было нарушение школьной формы, какие-то, я говорю, и браслеты, там, и значки, и всякие цепочки, даже тогда, когда, сами помните, никто как раз не спрашивал школьника. И правильно, я считаю, делали, потому что, если, знаете, у меня такие просто ассоциации, вот вы тоже говорите, мы обсуждали с ними. У меня какие-то ассоциации, знаете, с 17-м годом, когда офицеры стали солдатами обсуждать, надо идти в атаку или нет. А школьник тоже, ну, не знаю, что можно с пятиклассниками обсуждать. Ну, они скажут, а мы хотим, если хотим, кто в лес, кто по дрова, к примеру, и всё. Вы знаете, когда речь идёт о том, что они даже сами, когда ребёнок ходил, извините, меня придёт в шароварах, и свитер оденет, вот у него длиннее. Он так хочет. Ну, должен быть, пожалуйста, гуляйте так во дворе. Это я с вами согласен, я с вами полностью согласен. То есть какие-то рамки должны быть. Должны быть, однозначно. Вы приходите в класс, вы выходите, отвечаете у доски, вы работаете на уроки, на вас смотрят одноклассники. Поэтому чувство какой-то элегантности мы должны прививать, чувство того, чтобы ему было комфортно. Но вы же знаете, у нас сейчас демократия, где не надо, наш народ свои права знает, где не надо. И когда вот, когда школа такая серьёзная структура, а тут вот, как не надо, начнут качать права, а я имею право, в шароварах или вообще. Есть нюанс. Если в уставе школы установлено требование к внешнему виду учащего, если прямо в уставе прописано, то если учащийся нарушает, получается, что он нарушает устав. Согласен. Требование устава. За это школа имеет право наказать ребёнка. Как? Подогами что-то? Дисциплинарное взыскание. Дисциплинарное взыскание. Как правило, в школе может быть дисциплинарное взыскание. Приказ по школе. Приказ о дисциплинарном взыскании за несоблюдение. Раньше испектировку включали, а сейчас-то что? Из школы исключить мы не можем. Вот. Из пионеров. Пионеров больше нет. Ну, как правило, всё-таки до этого не доходят. Всё-таки с родителями больше общаются. И родители всегда идут навстречу. Но если он нарушает вот этот устав, вы в школу его всё равно обязаны пустить. На урок. На урок, да. Хорошо. А мы сейчас обязаны выпустить рекламу. Три минуты, не переключайтесь. Мы сегодня говорим о школьной форме. Итак, мы снова в прямом эфире. Программа «Тема дня». Мы сегодня говорим о школьной форме, ибо школа уже не за горами. К разу с педагогов. Когорчей, наверное, каких-то школьников, особенно более старших классов. Они у нас жалеют, что уже лето кончается. Но, тем не менее, учиться тоже надо. Дедушка Леонид завещал вообще по жизни учиться. Поэтому вопрос сегодня о том, в чём учиться в прямом смысле слова. То бишь, в чём сидеть за партой. Итак, дамы, всё-таки, говоря о школьной форме, хорошо. То есть, я понял, что школа имеет право, но как-то и не имеется. То есть, вот вроде бы есть даже устав свой внутренний. Но если школьник теоретически упрётся рогом, и родители скажут, а я так вижу, вот он может ходить, как американский рэпер, допустим. Ну, вот, они на вас жалобу дают, могут накатать тогда, если что. Если вы всё-таки скажете, ну как же, педагогический процесс образовательный, мы не хотим пускать, а тогда мы пожалуемся на вас. Ну, вообще-то, если есть положение, локальный акт, то фактически ребёнок должен его соблюдать. Это всё-таки в какой-то мере приказ по школе для внутреннего действия. Есть совет профилактики, где тоже решаются такие вопросы. Ребёнок с родителями приглашается, объясняется, почему нельзя. Вообще, ждать тоже родители разные, а я так хочу, и всё. И если такое бывает, бывает, к сожалению. Говоря о проблеме школьной формы, я считаю, что вообще, в принципе, мои коллеги, мы очень много об этом говорили, когда вообще начинали говорить о школьной форме. И вообще, я считаю, что это должно решаться на государственном уровне. А государственный уровень почему? Потому что должна быть централизована, должна быть форма. У нас же образование централизованное. Вот я вам про что и говорю, что должна быть единая форма введена. Разные там, допустим, разноцветные она может быть, или разный цвет может быть в зависимости, в какой области там. То есть нужен пиджак, не нужен. В южных, допустим, областях он не нужен, у достаточно жилетки. Да, но в северных областях он наоборот нужен. То есть в любом случае это должно быть централизованное решение. Чтобы, допустим, вот Мигалово, это очень серьезная проблема в том плане, что в течение года у нас дети военной дивизии, и поэтому идет перемещение обычно. И дети прибывают, выбывают. То есть чтобы ребенок, прибывший в форме, в которой он был, извините меня, в Ульяновске, он мог учиться и в Тверской области. Понимаете? Вот у нас очень хорошие, мы несколько лет назад были в Брянской области, обмен опытом был. И там область сама приняла решение, что у них единая школьная форма. У них во всех школах единая форма. То есть это полномочия даже региональных властей. То есть не обязательно там Путин должен топить ногой. Мы были в разных школах, были и в гимназиях, и в обычной школе были, и жили мы там недалеко от абсолютно обычной школы. Там везде одна единая школьная форма. А какая, расскажите, хоть? Ну она такого серого цвета, где-то клеточка какая-то там. Ну я сейчас плохо помню, это было довольно... Там для начальной школы есть в клеточку сарафанчики, для более старшего возраста, 5-11 класса, пиджачки, платья, сарафаны, но серого цвета. То есть унификация тоже надо пояснить телезрителям, цветовая. Потому что, помните, опять, в советское время вообще в принципе она была покрой и так далее. Цветовая у них унификация, то есть они решили по цвету. Нет, но по цвету и вообще не предложили разные варианты. То есть если в начальной школе юбка и брюки не актуальны, то есть там сарафанчики у детей. Для девочек. Да, для девочек. Ну опять же, не хочешь пиджак, значит у них есть жилеточка для мальчиков с галстучком какого-то определенного цвета. Вот смотрелось очень мило, очень опрятно, детей всех это дисциплинирует. То есть это все равно, школа не может решить эту проблему в любом случае. До конца. До конца. Мы в 15-м году, вот мы уже говорили, мы пробовали вопрос, поднимали. Ну мы поднимали, мы приглашали даже специалистов из ателье. Цветовую гамму даже выбрали, синюю, по-моему, сине-серую. Да, приходили специалисты, делали там обмеры детей. Да, все это было наказано. То есть он себя профессионалом, привлекли. Ну, оказалось, да, оказалось 30%, которые сказали, что форма получается дорогая. У меня двое детей, я не могу заплатить 6 тысяч за форму. Но каждый комплект стоил, допустим, около 3 тысяч. Мы не можем заплатить такие деньги. В сетевых магазинах можно купить ту же самую блузочку за 300-500 рублей. Это очень дорого. То есть вы понимаете, что в любом случае это должно быть централизовано по одной простой причине, что цена на эту форму, она будет совсем другая. Да, 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 вот вопрос тоже большой такой. Она будет совсем другая, если она будет в масштабах совсем других. Если это будет промышленный масштаб, то, значит, и форма будет стоить гораздо меньше. Вы понимаете? То есть как бы, ну это я, я не экономист. Нет, но вы все равно в школе находитесь. Поэтому я считаю... И вам даже, я думаю, по честь, чем экономистам виднее. Но то, что она однозначно нужна, и этот вопрос надо поднимать на областном уровне, на государственном уровне, он необходим. Понимаете? Но потому что школа, она все равно должна быть школой. Это все-таки детей нужно приучить, что, извините, во дворе нужно ходить вот в таких джинсах, а в школу нужно ходить в форме. Это форма, это дисциплинирует, это опрятность, это приучает к очень многому. Понимаете? Мы многое даже на уроках с ребятами говорили, я иностранное преподаю, у нас там целая тема. За и против школьной формы. Она даже в экзаменационные материалы входит. Да ладно. Да. Вот за и против школьной формы. Вот, встали тематик-то. Да. И дети говорят, в смысле, даже дети высказываются за то, чтобы школьную форму вести. Почему? Потому что это дисциплинирует, это не отвлекает, это красиво. Если она, конечно, красива. Если она красива, да. Поэтому, я вам еще раз говорю, то есть надо все-таки как-то привлекать это, ну, общественность, конечно, надо, но все равно, мне кажется, это решать надо на каком-то серьезном уровне вопроса. Я вам сейчас расскажу как раз в этом направлении, как движется наш город и регион. В начале этого года мы открывали школу в районе Брусилова. Была встреча министра просвещения Российской Федерации, губернатора нашей Тверской области, с родительскими, представителями родительских комитетов. Как раз один из вопросов был у родителей о единой форме вообще по России. Такой вопрос, да. Я там тоже рядом с вами стоял, на вашей спинной. Игорь Михайлович эту идею поддержал в нашем регионе. На сегодняшний момент изучаются юридические моменты, они есть, и поэтому надо сначала изучить все аспекты для того, чтобы уже повсеместно вводить такую форму. Александр, извините, вы проезжаете. Но в этом направлении... Это очень интересно. Вот вы пора встрече, помню, у нас просто телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Погромче, можно, пожалуйста? Да, конечно. Знаете, вот мне кажется, сейчас мы занимаемся тем, что в каком виде ученики должны посещать данное заведение, а именно школу. Может быть, изначально все-таки заняться образовательным процессом, а потом уже наводить вот этот лоск, красоту, как ученики должны посещать храм науки. Что я подразумеваю под образованием? Не в плане натаскивания людей для сдачи единого госэкзамена, который я считаю, ну, не совсем правильным в плане учебного процесса, потому что, если я не ошибаюсь, ЕГЭ в плане Соединенных Штатов Америки был введен для людей, ну, не совсем успешно, то есть с определенными отклонениями. Российская Федерация почему-то вместо того, чтобы за основу взять советскую школу и финское образование, которое сейчас является лидирующим, или, допустим, корейскую школу, почему-то берет американскую школу за основу, но это мое мнение, я считаю, это абсолютно неправильно. То есть, знаете, бывает всегда такая ситуация, что учителя считают, что все должны родители, родители считают, раз мы детей отдали в образовательный храм, то непосредственно учителя должны привить любовь к науке, к образованию и тому подобное. То есть, может быть, все-таки заняться образованием, а потом уже вот этими красотами. И, опять же, устав школы, это все-таки какой-то некий документ, который сама школа разработала. И этот документ, устав, может нарушать федеральные законы, или, допустим, даже Конституцию в плане свободного передвижения, свободного волеизъявления и тому подобное. Спасибо. Спасибо вам большое за звонок. Ну, касаемо ЕГЭ и так далее, просто у нас сегодня тема другая, это важная тема, качество образования, единый госэкзамен, который, да, в Америке тоже был сделан, потому что у них там есть цветные меньшинства, которые не такие успешные, как белые. Но это другой вопрос. Сегодня мы говорим про школьную форму. Вот в конце тоже человек звонил. Ну, дело в том, что образовательная организация не вправе разрабатывать устав, какой хочет. Она разрабатывает устав в соответствии с федеральным законом об образовании в Российской Федерации. Нет, а властные как-то есть у нас по закону акты, может быть? Или это чисто сразу с федеральным соответствием? Там непосредственно целая линия вопросов, которые обязаны быть включены на основании законодательства, федерального законодательства в устав. И именно они, эти вопросы и включаются. Выдумать что-то самостоятельно мы не можем, поскольку устав у нас проверяет контрольные надзорные органы. Если что-то не так, в любом образовательном учреждении будет предписание на приведение данного устава в соответствии с законодательством. То здесь вот такая ситуация. Это однозначно и неоспоримо. Говорим мы о школьной форме, потому что тема сегодняшнего эфира это школьная форма. И внешние виды обучения должны все-таки идти параллельно. Обучение. А то другому не мешает. Вопрос-то в принципе абсолютно имеет право быть. По одной простой причине, что этот вопрос дискутируется очень давно. И по поводу ЕГЭ, и по поводу единого государственного экзамена, и по поводу и в девятом классе экзамена, и все прочее. Это все понятно. Но, к сожалению, школа самостоятельно решить эту проблему не может. И вопрос, конечно, не для нашего эфира. Нет, это только исключительно Российская Федерация, как вот молодой человек сказал. Эта школа может выполнять только конкретные директивы. Вот в школе приказы спустили, мы учим. Программы примерные разрабатываются. То есть мы работаем по уже разработанным программам. Мы обязательно тоже проведем и такой эфир. Приглашаю всех заранее, приходите. А, Тяна Александровна, у вас прервали вот эта встреча. То есть, да, губернатор поддержал, а все родители тоже сказали форму, форму дать или как? Которые присутствовали, родители, конечно, поддержали. Конечно, прежде чем вводить такую единую форму, мнение родительское будет, конечно же, спрашивать родителей будем обязательно. Но сначала изучаем вот юридическую основу. А что, какие могут быть, что называется, закавыки, которые могут воспрепятствовать этому? Ну, вот просто... Ну, изучаем пока. Я не могу, не буду вам сейчас озвучивать все нюансы. То есть сначала надо эту проблему изучить. И как раз это находится именно на этом уровне. А, опять-таки, к вопросу, вот мы говорили, Брянская область, пример. А тоже это на областном уровне ввели. А на городском это невозможно ввести или как? Может, вот городадминистрация принять и дикт? Это сложно. Это очень сложно. Потому что мы не имеем права какого-то производителя, школам или родителям навязывать. Навязывать не в коем случае. Да, да, да. То есть мы можем, конечно, установить, может быть, какой-то единую внешний, не внешний, а цвет, возможно. Но, опять же, это должно быть обсуждаться. Это очень много вопросов, которым сейчас я не гораздо на них ответить. Потому что вопросы именно находятся в работе. В этом направлении движимости этот вопрос изучаем. Цена Александровна, а вообще в целом-то, ну, тоже в начале нашей беседы сказали, что во всех школах имеют право вести. А по факту-то, вот в скольких школах города есть какая-то школьная форма? Ну, либо когда она полностью прям прописана, все до последнего, там, пуговки до последней, или просто что-то цвет, допустим. До последней пуговки не может быть прописано. Я к примеру так. Да. В основном, ну, как в нашем понимании, именно школьная форма, как мы видим, как-то все одинаково одеты, да, в одну, ну, скажем так, в клеточку, в полосочку форма, именно такая должна быть. Это, в основном, начальная школа. Это начальная школа, потому что... Да, извините, я вас перебью, просто давайте все-таки, пожалуйста, про это тоже обязательно поговорим. Мне просто еще раз говорю, вопрос, в скольких школах, вот по вашим данным, есть какое-то понимание, что форма, а в каких-то вот то лист, то под рово? Процентов 80. Процентов 80. Это, в основном, мы говорим, начальная школа. Все-таки 5-11 классы, он называется так, деловой стиль одежды. Вот. Какие-то школы есть, которые устанавливают, в основном, все устанавливают цветовую гамму. Ну, как правило, это черный цвет, темно-синий, темно-серый. У старших классов это, в основном, все-таки черный и темно-синий. В старшекласснике, как правило, этот цвет выбирают темно-серый, им не особо нравится, старшеклассникам. Это классические брюки, классические пиджаки, то есть классика. Вот это, в таком понимании, деловой стиль одежды. Конечно, к школам приходится и до родителей, и до учащихся доводить информацию, что такое вообще деловой стиль одежды, что такое классическая форма, классическая одежда. Для этого науках технологии учителя объясняют и показывают, потому что не все родители и учащиеся понимают, что, например, обтягивающие штаны для девочек, скажем так, лосины, вроде бы черного цвета, являются школьной формой или деловой стильной одеждой. Вопрос, если ввести только цветовую гамму, ну, просто по моим понятиям, вот я тоже смотрю на вот это дело, вот, знаете, я, наверное, тоже, потому что в этом плане консервативен, я воспитанного в советской школе. Вот, по мне, это не форма, это костюм. Форма от костюма, она отличается. Вот, опять-таки, мигаловский журнал. Скажите, военным, они вот вам разъединят чётко, что форма и костюм, это немного разные вещи. Конечно, несколько, конечно, абсолютно. И у нас, я считаю, что вот в Союзе была форма, особенно я молчу, вот эта форма, которая вот этих легендарных фильмов 50-х годов, а там ещё и фуражка, вот этот гимназический стиль такой, вот это форма. А костюмы, знаете, они ещё выглядят, как, не знаю, какие-то грачи, как какие-то в этих чёрных вот этих, ну, это не форма. Вот, и, то есть, поэтому, вот это к своему мнению высказываетесь. У нас отмечу, что современные костюмы предполагают зауженные брюки у мужчин, короткие, где открыта щиколотка и голая нога. Это тоже считается костюмом. Да, как Шура Балаган, если честно, согласитесь, ну, ей-богу, я смотрю, Шура Балаган, вот, как будто носки родителей, ему не нашлось денег, он без носок идёт. Я знаю, что это мод, я прекрасно понимаю, это мод, ну, пусть по моде ходят в школу. Я без вопросов. Работаем над этим тоже. У нас, понимаете, на уровне закона у нас нет требования именно к школьной форме, у нас есть требования к внешнему виду, то есть к одежде. Это не называется форма. Ну, вопрос удивительный, знаете, вот на последних звонках все дети одеваются. Извините, я вас перебью, у нас звоночек, да, слушаю вас. Здравствуйте, Александр Анатольевич, беспокойно, хочу поучаствовать в вашем разговоре. Вы знаете, я застал ещё времена 70-х, когда мальчики подшивали воротнички, мамы подшивали нам на костюмы, девочки в белых фарках ходили. Вот. А сейчас у нас какой запрос? Прежде всего, вот мой родительский, эта форма должна быть качественная, первая, да, и доступная по цене. Если это условие будет соблюдено, вот на верхах наши руководители примут такое решение, вопросов не будет. У нас, например, вот в 40-й, 15-й школе один сын наносил, значит, синюю форму, другой красную, вот. И, в принципе-то, если у кого-то не позволяли там финансовые какие-то, у нас за это не ругали, понимаете. Это была рекомендация, чтобы придерживаться этого, понимаете. Так что здесь, в принципе-то, обсуждать-то, я думаю, что, конечно, нужно обсуждать, высказывать своё мнение для того, чтобы решение было принято более правильное, да, вот для всех нас. Поэтому вот я высказал качество, доступность к ней, и пусть наши руководители решат это. Я думаю, что родители поддержат с удовольствием. Ну, видите, вот тоже руководители вам уже рассказали, какие должны решать это, к сожалению. Я думаю, в нашем управлении образования и решили бы этот вопрос, если бы дали такие полномочия. Ну, это, вот, как говорят, полномочия, как минимум, регионального уровня. Говорим о школьной форме, нужна она или нет. Звоните, пожалуйста, у нас тут уже были звонки. Нам очень интересно ваше мнение. Наверняка среди вас, дорогие радиослушатели, телезрители, есть и родители, и школьники, в том числе, и которые думают об этом, потому что, вот, опять-таки, эти августовские дни, я помню, в моё детство, это вот, да, когда тебя водят по этим магазинам, примеряют тебе эту школьную форму. То есть, такая была примета августа. Поэтому звоните, пожалуйста, высказывайте ваше мнение, должна быть школьная форма или нет. А если должна, то какой она должна быть. И вот у нас как раз мне показывает ещё один телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Да. Меня зовут Игорь, хочу высказать своё мнение. У меня ребёнок школу закончил недавно, и он был, скажем так, нестандартных размеров. Когда у нас водили школьную форму, всегда была проблема, потому что практически не шьют на нестандартные размеры. Приходилось заказывать в ателье, это всё долго, дорого, и ребёнок быстро вырастал из этой формы. Поэтому, учитывая вот такую ситуацию, я бы был против школьной формы. Спасибо вам большое за такое мнение, это очень важно. Я знаю, у меня тоже в школе на год старше у меня был парень очень крупный. Но, вы знаете, просто лично моё мнение, что, ну, что ж теперь, знаете, как в армии? В армию попадают нестандартных размеров люди, ну, что ж теперь всю форму в армии отменить? Тут то же самое, что я, конечно, очень жалко, что вам это обошлось недёшево, пошить какой-то специальный костюм и так далее. Но это всё-таки лучше, когда кому-то это обходит, чем когда всем обходится. Недёшево пошить, ну, что так, получается, всем надо будет шить. И шьют, собственно говоря, специальные костюмы, потому что единой формы нету. Скажите, вот, а как вот относиться к такому примеру? Вот вы говорите, школа не имеет права и так далее. Ну, всем регламентировать до последнего там голуна, до последней пуговки. А вот у нас есть пример, ведь в городе 16-я школа, где они вообще носят именно форму, потому что там у них специализированы эти классы, все мы знаем. У них прям настоящая форма и так далее. Причём у них есть и кители, вот как у военных, у них есть повседневный камуфляж, к слову говоря. Я не понимаю, почему они выбрали камуфляж, потому что даже в армии камуфляж считается полевая форма. Вот, может, меня кто слышит из 16-й школы. То есть я не понимаю, почему нужно сидеть на географии в камуфляже. Вот, я просто их вижу на улице города в камуфляже. Ну, неважно, тем не менее, вот есть прецедент. А как вот это, согласовываться вот с этими вашими словами, что школа не имеет права регламентировать до последней пуговки? А тут вот, получается, они ходят. Здесь уже установленная форма. Форма установленного образца. Они выбирают ту форму, которую у них есть в классе таможенного дела, классы пожарных. Ну, вы просто обогали, что школа не имеет права вот так устанавливать до последней пуговки. Они устанавливали? Нет, они предлагают. И совместно, конечно, и родителям. С родителями эту форму выбирают, обсуждают. Конечно. Зачем придумать что-то новое, если есть уже готовое. Поэтому выбирают и... Ну, здесь еще, видимо, срабатывает тот фактор, что на конкурсной основе в эти классы поступают. Есть соответствующее положение об этих классах, которые выдвигают конкретные требования первые, вторые, третьи. Вы их соблюдаете, у вас имеется такой-то... То есть вы согласны с этими требованиями? Вы согласны, и вы, пожалуйста, учитесь в этом классе. То есть не нравится, не идите. Это же не в приказном порядке, что вот вы идете, и если вы не идете в этот класс, ради бога, вы остаетесь без этой формы, идите в обычную образовательную школу. А вы не знаете, тоже мне интересно, вот отклики какие-то есть, ну, допустим, остальные однокашники. То есть, глядя на эти классы, которые, да, действительно, не все там говорят, а мы тоже хотим. Или, может, даже другие школы оглядываются, а мы тоже такое хотим. Или вот не было таких вот заявок, что называется. Любая школа может открывать классы. У нас есть классы... Нет, я понимаю, форум, я про форум. Про форум, про форум, про форум. Кодетские классы отдельно выбирают для себя форму. Есть классы МЧС, которые тоже... Форма, которая приближена к форме МЧСовцев. Да. То есть есть такие у нас школы, в которых тоже такая специализированная. Форма. Ну, просто тоже интересно, насколько это распространяется, потому что, я говорю, еще раз, оглядываясь на них... Ну, одно время это было очень популярно, а теперь все это поутихло. Думаете, да? Мне кажется, да. Потому что все-таки общеобразовательная школа, они как-то больше тяготеют. Ну, это мое мнение. Да, я понимаю, мы все здесь собрались для того, чтобы высказать мнение. И это нормально, надеюсь, высказывали мнение. Вы высказываете тоже ваше мнение, звоните 300-190. Поэтому, вот правда, считаете нужно или нет. А все-таки, касаемо, вот вы говорите, действительно, что в итоге сталкиваемся с тем, что люди даже вроде покупают, как школа предложила, скажем так, а все равно не совсем соответствуют понятиям, ну, о том, как ребенок должен учиться. Узкие брюки вот эти, короткие. Что делать-то в итоге? Ну, в итоге, в любом случае, ребенок ходит в том, что у него есть, что ему куплено, в разумных пределах, естественно, что соответствует этой форме, под понятием формы, делового стиля. Ну, если, как сказал Татьяна Александровна, те же самые лосины, ну, это в любом случае недопустимо. Это не деловой стиль, и это однозначно, мы с этим работаем, и опять-таки связь с родителями напрямую поддерживаем. Но, по крайней мере, сколько моментов было, понимание всегда находилось. И у ребенка появлялась сразу же и форма, и внешний вид. И когда вот такой ребенок приходит на следующий день и входит в класс, и дети говорят, боже, какой он красивый. Этот ребенок потом гордится собой. И когда его вызовешь, и вот так вот действительно скажешь, ну, ты же красавец. Он ходит потом в этой форме, ему самому нравится и приятно. Все индивидуально, Роман, все индивидуально, потому что в основном дети откликаются. То есть, если вот я пришла в класс и говорю, ребята, вот, нельзя ходить вот в том-то, том-то. То есть, мы обсудили все такое. Так, не забываем, что мы ходим в школу в нормальном виде, за ужином. Обычно откликаются дети. Единицы, ну, с ними приходится работать, вызывать родителей, оставлять. То есть, что упирается? То есть, да, ну, то есть, как бы... А я хочу обратить жену с Версачи? Ну, бывает, да. Ну, конечно, бывает всякое. И сложно, и уговаривать иногда очень сложно. И, как вы говорите, с родителями. С учениками-то как раз проблем нет, договориться. Сложнее с родителями договориться. И согласитесь, форма, она как раз тоже такой важный аспект несет, который, вот эта проблема появилась как раз у нас в 90-е, когда общество сильно расслоилось, сильно расслоилось. И далеко не все дети, если даже родители очень богатые учатся на Рублевке где-нибудь, они все равно могут ходить, ну, даже не обязательно в 12-ю какую-нибудь школу, или в 6-ю, они могут ходить просто в какую-нибудь, там, условно говоря, 44-ю, не знаю, там, 38-ю, 19-ю и так далее. И это действительно такой не очень хороший момент, когда, ну, кто-то, да, придет в откровенно дорогих джинсах, будучи, естественно, ну, для ребенка это нормально похвастаться. Ну, он ребенок, это нормально. Родители куда смотрят вопрос, да. И будет, вот у меня там джинсы, не знаю, там, с 300 долларов, условно говоря, а у кого-то там джинсы хоть бы на купленные на рынке. Ну, чтобы этого неравенства не было, надо, конечно, школьная форма нужна. Она вот нивелирует этот вопрос. Да. Когда вот нет вот этой обиды. Они себя, дети, очень спокойно чувствуют. Да. Ходит в этих дорогих джинсах, но... На это внимание не обращают, у них все внимание должно быть нацелено на то, что делается на уроке, а не на то, что он такие, где взял, сколько стоит и так далее. Да, да, да. Это тоже большая проблема, которая появилась в 90-х и до сих пор до конца не решена. Ну, опять же, вот вид школьной формы, хотела сказать, что он, например, рекламой, дело все в том, что вот выпускные классы, последний звонок, обычно они все себе шьют коричневое платье, белые фартуки и бантики. Это к вопросу о том, что нет денег на школьную форму. Каждый. Каждый. А мне все время было интересно, где они ее берут, думаю. Ее заодно отменили. Шьют. Да. Ну, я хочу сказать, видите, значит, я хочу вам только одно сказать. Значит, дети сами выбирают, какая школьная форма должна быть. Значит, все-таки то, что было в Советском Союзе, было не совсем плохо. Много лет, много лет уже. Сколько лет уже. У меня обычно, мы ведем вот эти выпуски, все фотографии последних звонков, у нас все дети вот в этих коричневых платьицах, в гульфиках и в белых фарточках. Которая эта форма, на самом деле, она даже не советская, по сути. Ведь при Союзе тоже скопировали с гимназической, с вот этой еще дореволюционной, по сути. Это, по сути, дореволюционная форма. Как мы уже упоминали, вот эта серая, которая была в 50-х годах, это тоже форма гимназистов, на самом деле, дореволюционных. Там тоже товарищ Сталин все-таки не дурак был, недолго думали, есть хороший пример, зачем что-то придумывать. Мне тоже еще, знаете, хочется вот это, когда упираются против формы. Но ведь вот берем западный пример. Там же зачастую форма – это признак элитности учебного заведения. Мы смотрим вот эти художественные фильмы, если это какой-то элитный, там обязательно форма. Жилетка, сэмблейная. Один из аргументов наших классных руководителей, один из аргументов, что школьная форма – это элитность. На Западе, да, это признак. Это бренд школы. Мы сейчас, когда заходим в некоторую школу, где действительно, ну, как мы сейчас понимаем слово «форма», и заходим и видим, что дети именно все в форме. Совершенно другое отношение даже. Конечно, отношение к учебному заведению. Но и родители это видят. И им кажется, что именно это заведение лучше обучает, чем рядом, с которой нет формы. Ну, не хочу, конечно… По одежке встречают, по умопровожают, никто еще не отменял. Многие родители, на самом деле, понимают, что школьная форма – это удобно. Это очень удобно. И, как и мама, скажу, что очень удобно. Начиная с первого класса, мой ребенок ходил в школьной форме, до сих пор ходит. То есть, знает, что вот она, пришел со школы, повесил на вишечку, утром встал, одел. У меня нет головной боли, в чем мой ребенок пойдет в школу, в чем он пойдет гулять. Или вот все пришел, повесил, все опрятно, все хорошо, все красиво, все удобно. Поэтому для родителей это вариант номер один – школьная форма. Это очень удобно. Я вот как школьник бывший могу вам сказать, это удобно. Понимаете, ее было, что называется, не жалко. Потому что какой-то хороший костюм, в котором тебя в цирк поведут, понимаете. Если ты в школе ухайдукаешь где-нибудь на трудах, тебя, мягко говоря, не похвалят родители. А это именно форма. Она для этого предназначена, если где-то там испачкал, на перемене бегал. Но не будет никакой проблемы, истерики у родителей, как так, и твой костюм парадный и так далее. Она именно вот, ее не жалко. Качество, опять же, было качество материала. А сейчас родители покупают и очень жалуются. Звонил до этого мужчина и говорил, самое главное – качество. Вы понимаете, можно купить брюки к той же самой школьной форме или к деловому стилю. Два года приносить, и превратятся эти брюки в тряпочку. Ну, правда, за целый год, как вы говорите, они уделываются до такой степени. Качество материала должно быть совершенно у школьной формы другое. И мы в ней потом еще гуляли. Помните, когда из этой формы тебе все равно покупали новую? Ну, мы все в этих пиджаках ходили, и вот лет на каникулах болтались, рукава обрезал. То есть она потом очень долго использовалась. Если это хорошо, помню. Качество. Да, качество. Скажите, ну, качество. Опять все равно мы сводим вопросы к цене. Я тоже думаю над этим вопросом, но неужели какой-то, да, единый заказ хотя бы в рамках города нельзя оформить. Допустим, в формате тендер хоть провести, чтобы, да, не было коррупционной схемы. Коррупционной, что, а, специально выбрали. Кстати, вот давайте телезрителям поясним. Имеет право руководство школы сказать, что вы должны купить комплект вот в магазине таком-то. Предложить. Предложить, да, сказать. Сказать, что именно там-то вы идете, мы им даем альтернативу, пожалуйста. Но если она, эта альтернатива, и эта альтернатива вас не устраивает, тогда смотрите сами, где вы пожелаете. Вот, важный момент, потому что я про такие истории слышал. Жалуются, когда нам сказали только в этом. Вот сразу, особенно, это вопрос. Нет, ни в коем случае. В общем, так же, как вы говорите про закупки тендера. Тоже не имеем права. Никак, да? Нет. А вот, возвращаясь, ни в коем случае, куда могут, пожалуйста, что... А в моей школе нас заставляют, что там, не знаю, в магазине ЧП Иванов на улице Петрова. Жалуются к нам, управление, позагон, обращаются. Могут, пожалуйста, к вам, что заставляют купить в этой. Да, конечно. А у нас сейчас телефонный звонок. Слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте. Это снова Александр Анатольевич. Поскольку у меня три сына, да, и за свою жизненную практику мне довелось много костюмов купить. Вот, хочу обратить по поводу качества. Значит, это состав обязательный. Если это синтетика, конечно, это будет очень дешево, да, сердито. Но это не лучшим образом отразится на здоровье ребенка. Ребенок будет потеть, переутомляться. Поэтому нужно смотреть на состав, что мы покупаем. Здесь нужно найти середину, чтобы, дело в том, что если из чистых материалов, там, хлопка, шерсть, они будут быстро изнашиваться. Естественно, добавляются синтетические нити, да. Вот. Поэтому здесь, я считаю, что должен был выработан единый стандарт, да, оптимальный вариант, чтобы она, форма соответствовала вот этому единому стандарту. Опять же, разрабатывать не родители должны, должны специалисты разрабатывать. Поэтому мы надеемся на то, что наши руководители, опять же, подключатся и предоставят нам тот стандарт, чтобы родители не ломали голову, что это она вытянулась или не сносилась. То есть, понимаете, стандарты должны предоставляться, как всегда, как в Советском Союзе у нас было. Спасибо. Спасибо большое за звонок. Согласен. От этого предложения в свое время, в 15-м году, чтобы единая форма была. А сколько было тех, кто за? Ну, на скидку, грубо говоря. Процентов 70. Процентов 70, да. Вот. И поэтому я сразу вопрос. Ведь это закон экономики. Чем больше объем производства, тем дешевле. Да, да. А если бы вы все равно заказали, понимаете, там, вот, вообще, по советскому стилю. Карманы. Кстати, вот этот ваш бизнес-стиль, он на самом деле неудобный. Я сам был школьник, понимаете, ведь карманы, стерка удобно, ручек положить. А на пиджаках же этого нет, офисных. Куда школьнику положить все это? Вы помните, шпаргалки, и-то, и-то, ну, правда, телефоны сотовые. На школе, в форме должны быть карманы. Это удобно для пацана, по крайней мере. А на этих бизнес-стилях там ничего такого нет. Ну, это ладно. Вот. Но если действительно провернуть такую штуку, заказать для 70%, наверняка ведь это будет дешевле, чем для вот этих 30, которые отдельно лицом сына пойдут покупать костюм. И уже по идее эту арифметику, вот, смотрите, мы заказали. Роман, а 30% куда девать, которые не соглашаются? Пусть покупают отдельно, но только такого же. Я хочу вас перебить. Сама школа не имеет права ничего заказывать. Заказать может быть только либо родительский комитет. Комитет пусть заказывает. Здесь родители, вот они могут, они могут, они могут это делать, но никак не в принуждении. Я образно говорю. Школа, представитель администрации в этом процессе не участвует. Ну, инициируют просто собрание такое. Малюна Литиневна, вы сказали, ну, чем тоже, в чем могут быть проблемы? А проблема как раз вот и была в том, что если инициировать вот то, что мы делали, да? Давайте выберем форму. Да, форму, да. То в данном случае для того, чтобы тот же самый предприниматель или та же самая фабрика, закупка материалов, предоплата должна быть. А предоплата должна быть чего-то. Родители должны предоплату внести. То есть, вот эти вот коммерческие вопросы, они дают, поэтому заказ не совсем вариант. Нет, школа, я считаю, что муниципальное... Нет, 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 мы поняли. Ну, понимаете, опять вот у нас эфир подходит к концу. Когда дело доходит до заказа на выпускной, у них деньги доходятся. Когда дело доходит у наших родителей, любимых, за полгода заказать ресторан, вот тут они почему-то готовы. Ради разного мероприятия, сколько там часов выпускной длится, вот понимаете, на это они готовы. Они скидываются, они с сентября собирают, понимаете. А тут целый год, он будет 9 месяцев ходить, они не готовы скинуться. На два делали, чтобы ее можно было использовать. Пусть на два, понимаете, то есть это же на целый год. Вот тут, вы говорите, они не готовы. Дорогие родители, почему-то вот тут вы не готовы. А как ресторан заказывать, вы сразу обсуждаете, меню, развлечения, пароход. Вы тут за полгода готовы скинуться, а то и больше. Вот как-то, знаете, вот логики я не вижу. То есть вот тут удешевить процесс, 70%, пусть закажут, скажут 30%. А вот смотрите, нам 3000 обошлось, а вам 5%. Подумайте, в следующем году стоит ли так упорствовать, понимаете. Вот, и можно скинуть, сейчас все можно, сейчас на карте, сейчас как угодно, понимаете. Поэтому вот как-то очень странно. Поэтому я согласна с Татьяной Александровной, которая говорила о том, изучить конкретно юридическую сторону вопроса, чтобы, ну, как сказать, никто не придирался. Я понимаю, ну, Мария Валентиновна, когда вот надо заказать ресторан, у него нет проблем юридических. Но мы не можем так говорить, понимаете. Вы предложить можете, вы предложить, а не заставлять, конечно. Естественно, только предложить. Тут им не надо ничего не предлагать, не ставить. Они сами там быстро по дороге соревнуются друг с другом. Кто что, понимаете, костюмы те же самые. Тут они, вот все нормально у них. А как школьную форму родному ребенку на 9 месяцев купить? Мы так и предлагали. Ну, вот как-то пока процесс стоит. Ну, основная это масса, все равно родители, они за. И надо отдать должное, что они и сами дискутируют по этому поводу, и сами говорят об этом. То есть, ну, то есть, как бы, нельзя сказать, что родители не заинтересованы. Ну, пока процесс не двигается. Ну, идет медленно. Ну, а он не будет двигаться, пока не будет вот оттуда, сверху. Как вы сказали, да, вот это хороший праздник. Он не будет, он не сдвинется. Тут разговоров, может быть, разных много. Должно быть централизовано. Все, на федеральном уровне приняли. У нас форма государственная. Есть фабрики, которые эту форму отшивают. Она будет, естественно, дешевле, потому что она будет шиться на всю страну. Она будет в разы дешевле. То есть, это все равно вопрос не управления образованием, не школой. Это вопрос федерального управления. А то, что касается элитных учебных заведений, ради бога, они себе могут эту форму, там могут себе родители позволить. Это элита, это элита. Это уже отдельный вариант. Нам интересны обычные школьники, обычные родители. Пока будет деловой стиль. Пока мы стремимся. Это лучше, чем кто в лес, кто под рова. Один в красном джемпере, другой в зеленом. Кто-то в лосики пришла. Кто-то в мини-юбке, что на ушах кончается. Поэтому это тоже правильно, на самом деле. Ну что ж, это была программа «Тема дня». Мы сегодня говорили о школьной форме. Нужна она, какой она должна быть. Сколько она должна стоить, к примеру. И как, самое главное, действительно сделать, чтобы она все-таки стоила дешевле. Дорогие родители, поэтому вы подумайте. Вот сейчас сезон начинается. Вы наверняка уже тоже начнете думать, как бы нам выпускной сказать для школьников. Можете подумать, как форму сказать на весь класс, на всю школу. Все вам дешевле пойдется и удобнее будет. Спасибо большое. Хорошего вам школьного учебного сезона, который уже не загадал. Спасибо. До свидания. До свидания.